Гейм старт! не представят потому что да хочется посмотреть что же это за такой барак сейчас поставят в середине карты нередко стал тива использовать прокси бараки но впрочем стратегии агрессивные он и раньше любил тивай трэп статс и раук такой состав полуфиналистов на сегодняшний день ну и на этот собственно турнир сложно сказать кто тут фаворит в этом всем противостояние потому что с одной стороны у нас есть двукратный чемпион причем этого года тивай с другой стороны вроде у многих протасов как-то точнее у многих терранов наметились опять проблемы с протасами сейчас может быть они не проходили в третьей стороны тивай вроде сам себе терран и у него совая какая-то мета в общем увидим пока что тивай заказывает риппера и ставят факту трэп ездил на разведку он понял что там явно нет барака дома поэтому заказывает зирта быстро его и затем сталкер выходит и защищает от риппера спокойно протаса но другой вопрос что тут есть бункер похоже что трэп в курсе потому что он прямой наводкой присылает сюда сталкера и зилот все еще живет вообще в такой ситуации зачастую строят адепта и адепт сталкер делают идут в харасс однако трэп здесь выбирает вариант с двумя сталкерами такое продолжение и в итоге успевает тивай даже бункер здесь продать дальше у него дроп мин причем из дома причем еще и с гелионом рейпер гелион там будут проезжать ну и трэп тут вроде как и не успел перекрыться но с другой стороны гелион то всего один поэтому и одного сталкера хватает странный артефакт со звуком так что заказан роботикс целых две мины полетят уже в первый дроп для разведки зилота своего решил использовать пока что трэп ну и он разведает что тут до сих пор нет командного центра там наверху достраивается только cc но такой вот билд любит в последнее время тирана так играть с одной базы быстрые технологии харасс но пока протас готов очень-очень хорошо сталкер прячется от этой минки но правда сервера пока нет но он уже на подходе здесь мина хотела зайти просто ногами своими смешными маленькими или в итоге не добирается до минеральной линии ну и дальше тивай готовит чуть ли не одна базовый вообще пуш трэп как раз собирается макро продолжение играть у него твой лайт форджа самое главное получить конечно инфу по идее в такой ситуации если ты поймешь что соперник похоже на то что готовят на базовый пуш то можно просто заказывать чардж приоритетно и без газов на натурале там добавлять гейты варпать зилотов и все будет хорошо но такое чувство что трэп газы то все-таки поставил видимо не только зилотов он хочет варпать он ставит архивы тоже вариант пролетает observer видит разложенный танк заказанный стимпак 3 барака вы понимаете что все что к нему идет она идет и прямо сейчас можно действительно получить шторм за это время пока вся эта армия здесь окажется пролетает риттер дает неплохую инфу в разведку на самом деле сервер просто танцы вокруг рэйвена устраивает и кажется пока рэйвен то его и не обнаружил так там есть темплары три зила то крайне необычный состав как для дропов из призмы то есть видимо будет шторм и потом этим штормом ну то есть заливаются рабы потом зилот их как-то пытаются добивать интересная механика ну и крейды 11 терна уже на подходе про то зарашил армор что как раз совершенно логично учитывая что он собирается играть именно зилотов такой был план минус observer ну и вот собственно зилота что же темплар к завар просто новых сделков в итоге высаживается темплар и дает фидбэк в медиак темплар дает фидбэк дроп не очень окей не знаю что саппорт в лице трэпа будет с этим делом делать пока саппорт в лице трэпа выдвигается сюда в бокс и готовится принимать все это чудо по моему атаковать не самая крутая идея у него и лимита поменьше позиция тут хорошие танки на хай граунде есть а матрица пришла в призму и поэтому темплар во время не высадился ну да логично там и варп соответственно сбрасывается но есть новая призма у трэпа но пока заказываю два гаста забавно что там вроде особый штормов то больше нет но в любом случае емпы пригодится а ну вот они сидят все в призме 4 будет темплар и вряд ли больше пара викингов появляются утеваем они могут помочь призму сбить понадобятся и например каких-то обсерверов потому что контроль карты конечно довольно важная штука чтобы протас не встречал заранее терна который должен выйти и разложиться пока тв раскладывается просто своей 3 то есть несмотря на крайне агрессивный дебют он по сути дальше продолжает весьма спокойно играть пытался получить преимущество по сути то наверное не особо и получилось потому что трэп нормально все отконтрол трэп потерял свою возможность с призмой и игра продолжается дальше в более-менее равных условиях но протас впереди по грейдам впереди на одну локацию поэтому эта атака крайне важна сейчас для тв редкий случай когда темплары успевают дать фидбэки по гастам но правда шторма в итоге страна не было превращаются темплеры вархона вот здесь шторм есть и очень неплохой правда в итоге призма сбита но два темплера есть на земле нет до варпа так и либераторы тут нарезали 17 пробок трэп остается но на самом деле на равном количестве рабочих может ли он пропушить сейчас вот интересный вопрос он прыгает вперед и забывает либератора самом деле выбивает в итоге только сейчас но погибло только 7 ксм тропа здесь нет призмы он просто идет до варпа без до варпа смысле вперед в атаку на пофиг штормы дает на всю энергию юнитов мало штормы то есть добивать некому и остается утевая довольно много пехот он разбирает архона но там колосса начинает строить трэп у него совсем мало боевого лимита но другой вопрос что пока террин до него там куда-то дойдет в принципе эта проблема уже наверно должна разрешиться все таки так терять командный центр на сталкерах крайне неприятно имморталов добавляет трэп очень интересная тема то есть он взял одного колосса дальше строит имморталов может быть просто потому что быстрее подмиграть надо колосса до трэп с этой задачей справляется неплохо и тивой который мы четырех по сути даже базах уже был считает что передавит его сейчас видимо по войскам и пишет gg такая немножко сумбурная игра мне кажется тивой появляется в правом верхнем углу карта оксид сет номер два слева внизу появляется трэп ну и в этот раз тивой без приколов командный центр ой какой командный центр барах дома командный центр после него наверное будет это пока больше всего похоже на рипер cc ну хотя тивая из тех кто в принципе нередко строит все таки морпеха а не рипера ну посмотрим есть свои преимущества у каждого из вариантов естественно учитывая что он в общем-то любит делать проезды гелионами то рипера сохранять тоже полезно выбрасывать сталкеров из стенки приезжает рабочий трэп видит барак многие протасы правда сейчас все равно даже разведав барак предпочитает играть кибернетку первую получать возможность похорасить адептом поставить дома раннюю батарейку и соответственно после кибернетки идет nexus в таком билде тивой действительно играет именно через рипера мы видим ну трэп видимо все таки решил своего оппонента поднапрячь такой удаленный старгейт да еще и после нексуса не значит какой-то жесткий что это будет какой-то жесткий ол ин с вайдреями но это скорее всего будет просто проксу старгейт с оракулами нередко мы в последнее время видим от протасов когда такие старгейты продолжаются еще и потом фениксов прямо старгейт в проксу достраивает фениксов и дальше идет стандартная игра через колосса в землю но просто еще из феникса такой вот стиль тивая минка правда парали поинту она идет куда-то далеко на натурал но тивая сосна меняет реле поинты закопает ее нам и не причем видимо он собирается спрятать ее под рабочим интересный прием довольно часто применяют тирана такое посмотрим заметят ли трэп к он влетает на морпехов неудачно на main то где мина то нет погодите мина то это игрок из украины но что касается мина тивая то она вот так вот спряталась она вообще там закопано может быть она и не закопано он решил ее даже и не полить ничто себе но похоже что именно так дальше действительно достраивается феникса где два барака попадается гелий он ну и естественно просто выходит ставит третий на это логично мотивая получается такой более защитный опенинг сложно не защищаться когда против тебя играется старгейт в оракула так что здесь понять его как раз можно и нужно дальше у трэпера бабы и у него колосса готовятся он будет видимо апгрейд на атаку и может быть даже блинг при такой игре можно сделать первым посмотрим пока заказан иммортал такая трендовая штука для протасов сейчас который играет через фениксов немножко им позволяют заняться контролем карты и соответственно вместо лишнего апса или двух просто строят иммортала приобретают определенную прочность составе армии вроде есть мнение что там минкс работал лучше трэп и выведет но окей может быть я пропустил почему-то мне показалось что нету трэп сбивает рабочего который строил туры ну а сам тем временем добавляет фениксов делает дальность колоссом фениксом было бы здорово рэйвена поймать но пока его надежно прикрывают просто выбивает все что могут пока это не очень много но в любом случае не совсем тот сценарий который хотелось бы видеть тирану когда это он потихоньку на мелких приемах выходит в плюс трэп еще и ловушки а батарейки готовят заранее ловушки тоже хорошо бы с рэйвеном вряд ли сработает да и тираны обычно сканят куда идут а только сейчас кстати фарджа стоило этом то есть не блинка не чарджа не будет но тут вы решите вы просто убить старгейт игроку улетает в этом же составе армия очень интересный прием он дает revelation конечно из-за того что он медленнее чем феникса поворачивает он подставляется первым предстоит а как колоссы тут пред господи при наступлении тирана подставились ну да это минус рэйван он в любом случае уже отдал две матрицы колосса сейчас можно потерять так заходит пехоту как будто ее ногами собирается пинать но ногами запинал своего оппонента трэпа без колоссов которые в итоге ни разу не выстрелили там остается два медивака на очень красных хп если можно так выразиться у одного там наверное пяти хп нет у другого может быть есть 20 это видит трэп ну кстати тивай выводят рабочих учинивают медилаки есть четыре викинга этот протас будет достраивать колоссов и сам он сидит на трех базах только сейчас ставит четвертую но игра по сценарию я бы сказал что похоже вообще на то что было на первой карте там дальше архивы всего три феникса остается у меня почему-то казалось что осталось побольше но видимо неверно а там при этом уже довольно много викингов то есть по воздуху сражение определенного выигрывает этой ситуации теран но при этом чарг зилота как бы намекают что воздух не очень важен там нет больше строги то есть основной трэпа поэтому доделать фениксов не мог бы даже если бы хотел но он не хочет делать торгейт он хочет делать и вар подзилота с чарджем до викинги вроде не имеют в воздухе конкурентов но все равно колосса даже пока не добили да он может не атакуют он там через призму микрится но какая разница в это время зилота и сталкера сражались трэп не выигрывает точнее не убивает тирана пока благодаря тому что тива его его рабочих в итоге потеряно 19 рабочих тут какой-то бешеный архон просто заходит добивает еще трех работяг по грейдам пока тос позади но совсем скоро он вообще получит 21 против и как-то в этой суматохе пока подзабил на грейды это не особо круто конечно но он вкладывает весь газ в либераторов и танки сервер раз за разом просто прилетает сюда именно на этот хайграунд там-то теперь нет рейвана но там есть неподалеку турель трэпа два колосса строится 3 почему бы и нет викинги были потеряны старпорт работает на либераторов они естественно по колоссам тоже бьют но просто не с такого расстояния так что там уже можно сталкерами подмигрить трэп впрочем варпает сталкеров в очень умеренном количестве назовем это так ну и пошла атака прыжок вперед сталкерами архоны неподалеку жестко конечно тут прилетела протаса танков но просто понимаете у него 70 рабов на 49 уже ставится пятая база и так он тут очень интересная тематика я ставил танки вот как бы зонит армию оппонентов поэтому пехота уже приходит выбивать правда не самую прям ценную базу но в любом случае тут еще полная минеральная экономика и опять раскладываются танки конечно по разному на это можно посмотреть с одной стороны вроде как танки отдаются без прикрытия с другой стороны танки как раз прикрывают пехоту которая уже убила nexus имеют еще под фокусить бы конечно колоссов они имморталов но это тиво и не успевает зато он пехоты микрит здесь очень неплохо не ждет ничего хорошего я не знаю зачем они решили прийти фокусе танк там пробки выжили вот что тела и покоя не дает прыгает ряд вперед забрал медивак с контентом трэп прям напрягся посмотрите на камеру режим mvp рот открылся сосредоточен абсолютно тос он остается на четырех базах тела и свою очередь перелетает орбитал кайс мэй на уши не знаю получится ли у него игра если он так и не будет делать апгрейды понятно что по ресурсам полнейший напряг но такое ощущение что хотя бы грейды на атаку должны быть иначе просто зилта и приходит и сенсорку убивает здесь трэп ну и в итоге кажется этим сражением протас должен заканчивать игру там 23 ксм и пришлось выводить но я думаю что предыдущая атака была такой последней надеждой для тивая пока трэп очень уверенно проводят матч старт африка фрикс тивай карта deathaura слева сверху будет в этот раз трэп что здесь тивай своему оппоненту предложит пока не сказать что работают его задумки в ранней игре но во втором сети их наверное особо не было тивай просто отыгрывал через дроп мин по крайней мере в кои-то веке за финалами твт мы видим один из тех матчей которые позволят нашим зрителям терринам сказать ну вот же вот видите вот как играть за эту раз невозможно двукратный чемпион gsl проигрывает какому-то там трэпу я кстати не знаю кто сейчас главный эксперт вообще с точки зрения терринов по pvt на этом турнире вообще нет интервью поэтому такого вопроса но и вообще каких-то вопросов никто никому не задает так что мы из первых уст не можем такое узнать помнится было интервью в котором у трэпа спросили возможно на home story копия сейчас уже не очень хорошо помню типа слушает рэп а вот у тебя самая хорошая статистика самый хороший винрейт в матчапе пвт как ты думаешь ты лучший игрок в пвт наверно на и и и он такой ну да наверно так и есть я лучший но кажется после этого интервью он проиграл свой матч терну так что может быть он и лучший но осечки случаются с титулами пока у трэпа не очень индивидуальных крупных титулов у этого игрока нет есть хорошая стабильность есть регулярные выходы в плей-офф gsl ну и вот полуфинал gsl супер торнамент но вот прям стабильности как-то особо и не получается точнее как сказать стабильность получается результатов не получается вот такая стабильность по нашим назовем это так блинг в этот раз трэпа он играет спокойненько из дома через твой лайт на макро ориентированной карте он выбирает самый макро ориентированный билд ну и здесь в ответочку прокси starport который трэп очень хорошо находит иллюзии в базовой версии билда через блинг если ты не партинг конечно присутствует вот это ранее сантри которая позволяет разведать ранее же иллюзии я кстати не знаю почему тела и так и не дропнулся там же был всего один stalker но видимо подумал что stalker и адепт нормально перехватит этих гелеонов в итоге он дождался пока закончатся действия иллюзии все таки дропнулся тивой тивой старается пусть у него тут и дроп гелеонов и либератор пролетает ну прокси starport дает инструмента это понятно ну пока конечно протас очень здорово реагирует не скажу что это просто добиваться от таких штук без потерь у трэпа получается здорово в итоге у него уже 9 stalker рабочих плюс 12 тивой довольно сильно вынужден был вложиться во все это по-моему это мисклик по логике надо было именно медивак выбивать сразу же там минки заползают нам показывают во второй части экрана справа снизу и трэп просто на уверенности срывает рабочих на минку успевает ее запилить это очень прикольный мув я уже видел его раньше обычно когда играешь за тоса ну знаете такое не в первый же день голову приходит что можно вообще взять сорвать рабов и убить мину но если есть хоть какой-нибудь юнит в подкреплении в данном случае был stalker то рабы действительно нанесут достаточно вот этого дополнительного урона но само собой если взять и не успеть то все скорее всего на этом игра для вас и закончится но у трэпа пока игра продолжается дать его это тут вообще выходит на третью орбиталку так что он не то чтобы прям обязан был там наносить урон или все но орбиталка орбиталкой количество рабочих конечно свою тему давит еще и рейвен вот он поможет такие обсервы разбивать находит возможность перепрыгнуть на натурал тут еще инженерка отменяется там сталкеры не достали просто для блинка влево сначала поэтому пара сталкеров была потеряна но не особо критично ну видимо там должен строиться колосс пока не показывают табличку продакшен но вряд ли бустит что-то другое в этой ситуации трэп дивай перелетает фактой сюда собирается строить масс танки ну пока его игра выглядит стандартно гост академия грейды на пехоту steam pack щиты не сказать что очень ранние но все-таки начало было через всякие тропы мин третью орбиталку и прочие маленькие радости маленьких терринов хотя тивай пожалуй свое имя уже вписал в список больших терринов сколько лет тивая говорили как о парне с прикольными билдами такой знаете гумихо своего рода номер два в итоге и гумихо выиграл gsl вот наверное его прям в список больших терринов пока не впишешь вернется из армии посмотрим если будет конечно гумихо в старкрафт играть а вот тивай конечно с двумя чемпионствами gsl да с победой на ием да с победами на везги да с лидирующими по итогам всех этих прелестей позициями в списке призовых конечно уже теперь иначе воспринимается а в свободное время еще и говорят комментируют gsl по-корейски ну как говорят мы сами видели девая на позиции аналитики аналитика 2 арморе ставят террин я даже не знаю на самом деле что это значит сейчас мы увидим факта то тут стоит давно ой какое забегание неприятное чардж диотами путевая армия в итоге возвращается да он был не так далеко чтоб уже сейчас нанести какой-то контур урон ну так что-то армия так долго думает что тут уже минус 7 9 ну да на этом остановился харасс этот доделывается канкаса плюс 2 что-то тема 2 арморе не раскрыта на самом деле возможно это просто ошибка вот случайно заказал вторую помня что нужны вторые криты пехоте то есть какое-то биомеханизацию посмотреть было бы интересно но что-то я не совсем уверен что это та самая позиция в игре из которой в нее надо идти и трэп наверно тоже в этом не особо уверен либератора есть в обороне до их можно разложить такой прием мы с вами уже видели прием интересный так тройной дроп трэп его видят на об сервере отправляет домой какую-то маленькую часть войск сюда же до варпывает сталкеров тут по моему фарджи это цель прям номер раз ну а пока трэп приходит в эту атаку тут здание здорово стоят но зила там как-то пофиг они врываются в танки начинают размалывать ксм да там тивай убивает в это время третье но на мэйне по моему трэп отбился судя по мини карте хотя он потерял 14 пробок но это на третьей базе а здесь уже вся эта армия на мэйне и тивай пишет джи джи ну сегодня прям было такое каноничное пвт пвт глазами террано когда протас строит домики строят зилутов и чё-то ничего не сделать тивай ни в одной из игр не смог получить преимущество и вот это был один из матчей где протас сыграл достаточно четко чтобы этого ему было достаточно для того чтобы одержать победу дальше он да понятно что он сам не ошибался не пропускал каких-то дропов ну и это не пропускание дропов выводит его в финал игроки правда так сидят как будто у них будет еще одна карта и теоретически конечно возможно что ликвипедия чего-то не знает нет ликвипедия знает все статс против рога у нас с вами дальше матч до трех побед в полуфинале до четырех побед трэп будет играть финале с кем-то из них ну и вы можете подтопить за рога чтобы это было не пвп если это будет не пвп то на финал к вам ворвется алекс так что теперь живите с этой информацией ну и давайте немножко передохнем и будем смотреть пвз